Сегодня мы продолжим с Евангелия от Марка, 5 глава, 21 стих. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. Увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, прийди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышав, Бог Иисусе, подошла сзади, в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас и сяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним наставник, «Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, «Кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, видя, что она не утаилась, трепетом подошла, и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему, и как тотчас исцелилась. И Он сказал ей, «Дерзай, тщель, вера твоя спасла тебя, иди с миром, и будь здорова от болезни твоей». Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит Ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус услышал это, сказал Ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщика, винород в смятении, сказал Ему, «Выйдите в гору». Все плакали и рыдали о ней, но Он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Яна, Якова, и отца, девица, и матери. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит девице, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. «И разнесся слух о всем по всей земле и той». Кто следил за текстом Евангелия от Марка, тот заметил, что здесь были слова, которых не было в этом Евангелии от Марка, потому что мы также вставляли подробности этого евангельского сюжета из Евангелия от Марка и Луки и Матфея. И поэтому мы получили максимально иллюстрированный сюжет во всех возможных деталях. речь идет о том, как пришел ко Христу человек, начальник синагоги, то есть настоятель храма. Звали его, Евангелие тоже об этом упоминает, и Аир. И сразу он падает к ногам Христа и сильно просит, говоря, «Дочь моя при смерти». «Дочь моя при смерти». Конечно, нам, людям верующим, эта картина очень знакома, потому что все мы всегда обращаемся с верой к Богу, особенно тогда, когда бывают какие-то совсем тяжелые моменты жизни. И мы готовы падать на колени, мы готовы усиленно просить, при этом мы можем читать акафисты, какие-то молитвы, каноны, все, что имеется в таком духовном арсенале молитвосвова. Самое важное в этом случае, когда человек обращает свою мольбу к Богу, это уверенность в том, что каждое слово, которое ты произносишь, его слышит Бог. Но мы иногда имеем дело с тем, что Бог как будто не отвечает на нашу просьбу. Не отвечает именно тогда, когда мы хотим. Хотя слова, которые мы произносим, для нас являются очень важной правдой. Правдой. И эта правда тождественна нашему внутреннему состоянию духовной убежденности. Вот понимаете, очень важно, когда человек имеет вот эту убежденность, когда читает молитву. ведь как мы прочитываем часто молитвы? Прочитываем для того, чтобы начать и закончить чтение молитвы. И если это происходит изо дня в день, то в какой-то момент мы настолько явно ощущаем, что нам уже тяжело читать эти молитвы. Мы опять как будто ощущаем какую-то тяготу от очередного чтения утренних или вечерних молитв. Мы тяготимся в самом буквальном смысле этого слова. Но с другой стороны мы очень хорошо понимаем, что эти молитвы они нам нужны. И вот когда мы читаем подобную евангельскую иллюстрацию из жизни Христа, то мы видим, как вера человека может изменить его личную жизнь и жизни тех, за кого он возносит свои молитвы. И вот мы обращаем внимание, Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа. То есть нужно заметить, что все тоже были просителями, как правило. Конечно, были и зеваки, которые просто пришли посмотреть на странствующего проповедника, чудо-творца. И вот одновременно, когда Господь направлялся в дом Иаира, то женщина прикоснулась ко Христу сзади, чтобы Христос не видел. Это значит, что Господь совершает одновременно множество дел. Он совершает одновременно множество дел, но эти дела, которые Он совершает, все они мотивированы любовью Бога к человеку. Ведь давайте посмотрим. Дочь Иаира единственная дочь. Затем это женщина кровоточивая, которая страдала от женской болезни. Ведь нам говорит 26 стих Евангелия от Марка, что она много потерпела от врачей. А ведь я вот как священнослужитель и практически знаю многих путь прихода в церковь, потому что вы мне рассказываете о том, когда вы делаете свои шаги навстречу Богу. Я помню, что многие точно так же потерпели от многих врачей. Огромные деньги были потрачены на то, чтобы получить облегчение в своей тяжелой для некоторых смертельной болезни. и как здесь повествуется, она пришла еще в худшее состояние. Были потрачены деньги, во-первых, надежды, время и в результате худшее состояние. Вы можете себе представить, что творилось в душе этой женщины? Нужно еще понимать, что она по ветхозаветному закону, она кровоточивая и не имела права прикасаться вообще другим людьмам. И она совершает этот отчаянный шаг, но нужно заметить, что этот отчаянный шаг был одобрен Христом. Помните, он в результате ее веры дает ей исцеление и похваляя ее веру. Дщерь, дерзай, вера твоя спасла тебя. Идет речь о дерзновении, о том, что вера, она иногда имеет элемент этой дерзости. Человек должен сделать этот прорыв, прорыв, быть совершен именно через вот эту внутреннюю преграду, которая внутри самого человека. И эта внутренняя преграда, это преграда, которая состоит из кирпичиков, которые называются знания. Ведь знания человеку говорят о какой-то рациональной раскладке жизни. А вера это шаг, который разрушает этот рационализм. Но в то же время нужно понимать, что рационализм это тоже то, что дает Бог человеку. Просто рациональная составляющая жизни человека должна занимать свое место. И она не должна претендовать на область веры. Но вот когда рационализм становится болезнью, вот тогда вера является некой иммунной системой, которая спасает человека от его рациональной болезни. Ведь что нам порой мешает именно сделать этот шаг? Шаг веры. Вот как раз этот опыт знания. И вот здесь она уже настолько много потерпела от собственных знаний, от знаний тех, кто пользовал ее и истощил ее и физически, и морально, и финансово материально. И вот она прикоснулась только к одежде. потому, потому, что внутри себя она сказала, если я хоть прикоснусь к одежде, то получу восторг знания. И нужно заметить, что Господь подает иногда удивительным образом исцеление. Тот час, это час, это слово употребляется, особенно у евангелиста Марка, тот час, тот час, это вот сейчас произошло это чудо. Она ощутила, как остановился то крови, который обескровливал ее жизнь, ее силы. И вот Господь здесь пытается обнаружить эту жемчужу, этот первую перед всеми, кто окружал толпой огромной его. Первую ее веру. настолько Господь высоко оценивает вообще веру человека, потому что вера, для того, чтобы было понятно, что это такое, давайте мы просто попытаемся спроецировать именно веру в наши семейные отношения. Вот допустим, есть отношения между детьми и родителями. И вот когда дети оспаривают любое слово своих родителей, они не доверяют своим родителям. Вообще, чем это отзывается в душе человека, взрослого родителя? Это отзывается огромной болью и страданием. А если муж не верит своей жене или жена не верит своему мужу? То есть вера имеет элемент доверия. Вот если нет вот этого доверия, могут вообще выстраиваться в положительном ключе вообще отношения между людьми, если нет доверия. Это невозможно. Эти отношения всегда будут на надрыве. Эти отношения будут разрушать просто личность даже человека. Его силы, нервы, все. и вот представляете огромная толпа людей и Господь пытается из этой огромной толпы людей выделить вот эту женщину только. Потому что только она доверяет по-настоящему понимаете какой глубокий момент. Она ему доверяет. Вот попытаемся мы вот свою жизнь именно обратить в Богу как доверие Ему. И вот когда мы попытаемся это сделать, то мы приходим к выводу, что все-таки мы скажем доверяй, но проверяй. нужно верить в Бога, но самому не плашай, честно. Но если все-таки посмотреть, что реально за этим стоит, за этой мудростью мирской, то мы все-таки обнаружим, вот если мы так действительно проанализируем вообще свое состояние, то мы конечно Бога мы не отвергаем, Боженька это Божька. Но вот именно реальность доверия, вот это доверие Богу, как бы от начала до конца, вот здесь мы столкнемся действительно с очень серьезной трудностью. Мы конечно будем как бы еще об этом говорить не один раз, но я хотел бы, чтобы именно в этом ключе мы поразмышляли о вере как о доверии Богу и насколько Господь возвысил именно это доверие этой женщины несчастной себе. И сказал Иисус кто прикоснулся ко мне. Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним наставник, народ окружает тебя и теснит и ты говоришь кто прикоснулся ко мне. А действительно вот прикосновение. вы знаете, я вот впервые задумался о прикосновении именно когда прочитал эти строки. ведь мы воспринимаем прикосновение как просто жест, который направлен на другого человека. Но вот понимаете, прикосновение, настоящее прикосновение, оно тождественно понятие встречи. Именно здесь через это прикосновение произошла настоящая встреча. Встреча это то, что остается на всю жизнь. Встреча это то, что может менять жизнь человека. Ведь понимаете, каждый человек это действительно это Вселенная. Вот если рассматривать знаете в сравнении с образом Вселенной, то вот человек это может быть давайте как планета. Вот как планета Вселенная. Вот каждый человек настолько неповторим. Но ведь мы часто как воспринимаем другого человека. Мы воспринимаем его рефлекторно. Ну вот человек да человек. Но вот когда начинаешь с человеком общаться, вслушиваться в его боль, в его страдания, в его радости, то то ты понимаешь, что этот человек имеет какую-то свою совершенно неповторимую жизнь. И вот все-таки где-то внутри нашей личности христианской должно быть терпение к человеку, для того, чтобы мы смогли остановиться и выслушать человека. И вот тогда произойдет вот это прикосновение встречи. И вот Спаситель смог выделить из этого огромного количества людей именно это прикосновение. Потому что это прикосновение было у нее к Нему как к личности. Это была встреча двух личностей. Это не была встреча случайных прохожих. Вот в чем разница именно тех людей, которые просто теснили Христа со всех сторон. И Он не воспринимал это как прикосновение. А прикосновение, ведь понимаете, вот здесь само слово прикосновение это имеет какой-то элемент какой-то ненавязчивости. Но в то же время человек желает сказать о себе, заявить о себе. Это Евангелие, оно настолько потрясает своей глубиной встречи, что для нас это некий пример для нашей религиозности, для нашей веры вообще, для нашего отношения к Богу. Господь ей говорит, и будь здоров от болезни твоей. И вот далее нам повествуется о том, как пришли люди и сказали, что умерла дочь Ира. Но Иисус услышав это, сказал, вот здесь очень важно, вы поймите, понимаете, вот Евангелие такая вещь, которая, вот она настолько взаимосвязана, каждый стишок, он связан, очень глубоко связан. Иисус услышал это, это вот еще происходит, вот эти события, вот она женщина с доверием к Богу, умирает дочь, пока он говорил, и он говорит ему, не бойся, только верой и спасено будет. Ведь понимаете, в контексте чего он говорит, Яил, именно в контексте увиденного, ты ведь видишь вера-то этой женщины, причем нужно заметить скверной женщине, с точки зрения ветхозаветного закона, кровоточивой, она ведь получила по вере своей. Когда пришел Иисус в дом начальника, увидел свирельщиков народ в смятении, но одним словом, погребение совершалось по еврейской традиции, суета, шум, рыдание, все плакали, но он сказал, не плачь я, она не умерла, но спит, и смеялись над ним, зная, что она умерла, опять, вот видите, вот этот момент, зная, что она умерла. То есть мы видим, что знание, знание того, что произошло, но как с этим можно спорить? Придя же в дом, не позволил войти никому, а потому что не было необходимости, ведь все смеялись над ним, а Господь ведь никогда не озадачивался целью удовлетворить любопытствующих зевак, а только Якову, Иоанну и Петру и родителям велел войти в комнату, где лежала девица. Талифа Куми. Как замечательно в данном случае нам евангелист повторяет буквально те слова, которые были произнесены на еврейском, арамейском языке. Он как бы хочет нам ощутить, дать возможность ощутить именно атмосферу. Вот его слова. Девица, встать, Талифа Куми. И девица тотчас, тотчас исцелилась, тотчас встала и начала ходить. И он строго приказал, чтобы никто об этом не знал. Конечно, звучит это немножко даже наивно кажется. Ну как это? Все собрались на похотах. А здесь Господь говорит, что об этом никто не знал. И также сказал, чтобы дали ей есть. Видите, тоже удивительный момент заботы Спасителя. Ведь понимаете, вот какие-то вот такие моменты, они говорят о глубокой человечности Христа. Даже родители не задумались в этот момент, чтобы дать ей есть. Они были настолько потрясены глубоко увиденным, что Спаситель только единственный, который мог сохранять присутствие Духа, некого духовного баланса и равновесия и сказал, дайте ей поесть девочек. Потому что пока вы будете тешиться чудом, то она просто обессилит. Но конечно же разнесся слух о всем по всей земле. Далее мы читаем Евангелие от Матфея, 9 глава, 27 стих. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали помилуй нас Иисус сын Давидов. Когда же он пришел в дом слепые приступили к нему и говорит им Иисус веруете ли что я могу это сделать? Они говорят ему да Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал поверь ваше да будет вам и открылись глаза их Иисус строго сказал смотрите чтобы никто не узнал. Видите как часто мы слышим об этом как часто Спаситель говорит чтобы никто не узнал И вот если сейчас различные чародии целители мы их назовем сейчас общим словом то они не только так вот знаете где-то там в тихую кого-то там врачуют но еще они на весь мир говорят вот мы можем мы люди от Бога а Спаситель скромно постоянно говорил что это как бы первый признак что эти неподобные люди Богу Христу в своих действиях потому что они постоянно говорят о себе ну все разглашали конечно невозможно было утаить свечник который стоял наверху горы когда же те выходили то привели к нему человека немого бесноватого и когда бес был изгнан немой стал говорить то есть мы видим что причиной его немоты был бес то есть это одна из причин возможных для немоты человека то есть неестественная какая-то причина а именно одержимость падшим ангелам и народ удивляясь говорил никогда не бывало такого явления в Израиле это значит что израильтяне впервые видели то что они видели ничего подобного вообще не было не было никаких исцелений на это стоит обратить внимание потому что мы будем иметь дело в дальнейшем с вопросами которые именно сможет объяснить именно эти слова никогда не бывало такого явления в Израиле а фарисеи увидев увидев ее господь сжалился над нею и сказал ей не плачь и подойдя прикоснулся к одру несшие остановились и он сказал юноша тебе говорю встань мертвый поднявшись сел и стал говорить и отдал его Иисус матери и всех объял страхи славили бога говоря великий пророк восстал между нами и бог посетил народ свой такое мнение о нем распространилось по всей иудее и по всей окрестности мы видим в скорости спаситель воскрешает еще одного мертвеца юношу единородного сына матери пожалуйста мы не видим чтобы эта женщина несчастная убитая горем проявила какую-то веру мы видим что эта женщина только шла опустив голову за одром погребальным своего сына господь совершает чудеса и я знаю множество таких чудес из жизни людей которые не проявили абсолютно никакой веры в свою жизнь по отношению к Богу но Господь совершил чудо с этими людьми им бывало так что он посылал каких-то святых людей в жизни этих людей и вот они видели определенный образ святого человека и вот когда спустя определенное время они оказывались в храме или где-то в другом месте где находили икону а вернее сказать тоже было случайно опять-таки встреча они видели святого и говорили да вот именно этот человек меня и исцелил и меня или меня спас это значит что Господь является по отношению к человеку именно заботливым отцом но понимаете мы должны понимать и другую сторону болезни страдания горе для человека оно является настолько порой необходимой составляющей его жизни что Господь как бы дает человеку окунуться в это страдание для того чтобы он мог исправить какие-то свои жизненные погрешности грехи искупить эти грехи и затем через веру уже исправиться поэтому грех врачуется многими страданиями порой поэтому по-разному Господь относится к человеку не по какой-то одной схеме мы видим в одном случае была вера и аира а здесь не было веры матери спасителя он сам воскрешает из мертвых ее и не народного сына дали Который должен прийти или ожидать нам другого. Нас эти слова в каком-то смысле начинают смущать. Потому что пришли ученики Иоанна. И стали говорить, ты видишь, что Он творит. Этот Иисус из Назарета. Он исцеляет. Он проповедует. Наконец, Он воскресил недавно двух мертвецов. А ты ничего не делаешь. И вот эти ученики, Иоанна, нужно помнить, что они все последовали за Христом. Именно с той целью, чтобы стать уже учениками Христа. А ведь мы знаем, ранее говорил Иоанн Креститель, чтобы они следовали. Но многие настолько были преданы исключительно Иоанну Крестителю, что они смогли понять слов Иоанна относительно Христа. Ведь Он голос, Он предтеча. Его миссия не имеет цели в самой себе. Его миссия была подготовить путь для Христа. Он был предтечен. И вот здесь мы сталкиваемся с одной сложностью и трудностью. Мы как бы понимаем, что Иоанн Креститель слышал голос с неба. Не знаю. С одной стороны. С другой стороны, Он видел сходящего голубя. А этот голубь, это схождение Святого Духа было. В образе голубина. И голос Отца, свидетельствующий, что сей и Сын мой возглавный. Уже вопросов быть не должно. Совершенно верно. И вот когда Иоанн Креститель посылает двух своих учеников, видимо тех, которые пришли, Он посылает для самих же учеников. Он не пытается говорить какими-то пространными речами, убеждая ученика. Он просто говорит, идите к Нему. И они, придя, к Иисусу сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам. И вот Спаситель точно так же действует, как Иоанн Креститель. 21 стих, Евангелие от руки, сразу же следующее, за вот этим 20 стихом, говорит, а в это время Он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Вы представляете, в какую атмосферу окунулись опять ученики Иоанна Крестителя? Этот огромный передвижной лазарет, который ходил постоянно за Христом, имел постоянно исцеление. Люди подходили скореженные, скрученные, слепые, глухие, бесноватые, кого только не было, и все эти люди в это время получали облегчение от своих страданий. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите, что вы видели? И слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовеснают. И блажен, кто не соблазнится. То есть мы видим, что Спаситель не пытается их убедить словами, Он только говорит, что вы видите. Конечно, для Иоанна Крестителя это было все понятно, но Он хотел для того, чтобы они сами убедились в очередной раз. Это педагогический прием, но с другой стороны, мы знаем, что в это время Иоанн Креститель был в темнице, сажен в темницу. И как бы предел его человеческих сил был где-то на какой-то грани. А ведь тюрьма, это даже не современная тюрьма, которая была где-то там в Махероне у Ирода. это была яма без света и воздуха, можно сказать, в сырости, в неизвестности, потому что те осужденные, которые попадают в нашу тюрьму, они хотя бы знают сроки, когда их выпустят из этого кошмара. А они не знают. Они просто всажены в темницу. И вот есть такие предположения и толкования, что, видимо, где-то что-то в нем, как в человеке, оборвалось. И он тоже, возможно, под влиянием речей своих учеников пришел в некое сомнение. Мы не можем отвергать и такого толкования, потому что всякий человек, он является всего лишь человеком. Это соблазненность. Но уже никто не соблазнится. Идет речь об Иоанне Крестителе, о том, что он сказал своим ученикам, пойдите и спросите, тот он или другого нам ожидать. Но Спаситель отвечает, «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Господь, когда произносил эти слова, «Слепые прозревают, хромые ходят, нищие благовествуют», то Он цитировал пророка Исаия. А что значит цитировать пророка Исаию при том, что видели ученики? Это было осуществление пророчества. Пророк Исаия, 35 глава, 4-6 стих. «По отшествии же посланных, Иоанн начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колебленную? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка». «Сей есть, о котором написано, вот, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобой». То есть Спаситель начал говорить, когда уже Аташи, ученики Иоанна Крестителя, оправдывая личность Иоанна Крестителя. Он как бы хотел сказать, что Иоанн Креститель на самом деле не потерял веру. И если даже и была какая-то сиюминутная потеря веры, то это была всего лишь человеческая слабость, которая есть у каждого человека. И помните, сколько видели чудес апостолы, которые постоянно сопровождали Христа, но и тем не менее и разбежались. И сколько раз приходилось говорить Спасителю, маловеры, почтову сомнились, когда апостол Петр утопал на море Гавилейское. И вот здесь начинает рассказывать об Иоанне Крестителе Христос. Но вот когда вы ходили в пустыню, что вы видели там, смущенного, какого-то слабого человека, как трость, ветром колебливая, смущающуюся? Нет. Это был твердый адамант веры. Это был прочный, как камень человека. Человека ли одетого в мягкие одежды? Вы ходили смотреть, но ведь такие люди живут в пышных чертогах царских. Пророка ли ходили видеть? Да, говорю вам, и больше пророка. И он приводит сбывшееся пророчество Малахии. Третья глава, первый стих. И называет его «Ангел мой». Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одному пророка больше Яна Крестителя, но меньше и в Царстве Божьем больше его. А потому что все, кто вошли в Царство Божие, это люди, которые уже никогда не будут подвергнуты какому-либо сомнению. И чем отличается жизнь в раю первых людей от жизни праведников, которые наследуют Царство Небесное после Страшного Суда тем, что в Царстве Небесном после Страшного Суда не будет никакого сомнения в доверии воли Бога. Ведь засомневались Адам и Ева в том, что сказал им Господь, когда дал им заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. Там не будет такого сомнения. Там все будут настолько закалены верой и доверием и любовью к Богу. И поэтому там меньше в Царстве является большим даже Иоанна Крестителя, потому что где-то у него что-то там поколебалось. И весь народ слушавший Его представьте только картину, когда Он говорил. Все слушали Его и мы, и мы, и мы, и мы, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанна. Крещение Иоаннова еще не было отменено. Все крестились в покаянии. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе не крестившись в Него. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется и употребляющий усилие восхищает Его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Что эти слова объясняют нам в данном случае? В представлении, как мы уже говорили, ветхозаветного иудея царство Божие это царство иудейское, во главе которого будет стоять царь Израильский. И они, иудеи, будут благоденствовать. И все будут в услужении иудейского народа. Только царствах во всем мире будет иудейское царство. Да и собственно царство антихриста оно будет в своем авангарде именно иудейское царство. Потому что штаб квартирой этого мирового императора антихриста будет Иерусалимский храм. Соответственно весь парламент и софмин будет самых приближенных иудеев. Они ждут именно такого царства. А значит не было представления что иудею нужно было напрягать силы для того чтобы войти в это царство Божие. Они считали если они принадлежат иудейскому народу по крови дети Авраама мы а значит мы автоматически должны войти в него. Но Спаситель говорит другое нет. Одни Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное берется силой и употребляющий только усилий восходит в него. Вот какое усилие должен совершить иудей но ведь Иоанн Креститель не так давно об этом говорил на берегах Иорданских покайтесь оно приблизилось но они не хотели креститься Иоанновым крещением ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна это значит что закончилось время всевозможных пророчеств нет уже необходимости все осуществилось пришел Христос спаситель мира и если хотите принять он есть или я которому должно прийти кто имеет уши слышит да слышит Господь после этих загадочных слов произносит обычную фразу имеют уши все но ведь многие экономят для религиозных нужд свои уши вот на что угодно уши работают а вот когда послушать священное писание не хватает усердия и внимания поэтому Господь говорит о том что кто хочет услышать тот услышит если хотите принять его как Илью принимайте но он пришел только лишь в духе и людей но кому уподоблю сей род он подобен детям которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам говорят мы играли вам на свирели и вы не плясали мы пели вам печальные песни и вы не рыдали именно эти слова нужно понять вот в каком контексте далее Господь говорит ибо пришел Иоанн Креститель ни хлеба не ест помните пищей для него была мед дикий акриды неустановленного происхождения для сегодняшней науки что это такое кто-то говорит что это какие-то кузнечики или какая-то другая живность которая водилась в пустыне или какие-то растения неважно одним словом он питался не так как обычный человек а что под руку попадется ни вина не пьет и говорите в нем без Господь как бы хочет сказать а где ваша логика пришел сын человеческий ест пьет и говорите вот человек который любит есть и пить вино друг мытаря не грешникам понимаете он печальные песни поет Иоанн Креститель призывает к покаянию они хотят пресать спаситель говорит радуйтесь и веселитесь ибо мзда ваша много на небесе они в рыдании без и так далее вот это противоречие в котором были перегружены мозги фарисеев спаситель в данных стихах обличает и оправдана премудрость всеми чадами ее тогда начал мукорять города в которых наиболее явлено было сил его за то что они не покаялись горе тебе Хоразин горе тебе Вифсаида ибо если бы в Тире и Сидоне это языческие города явлены были такие силы как явлены вас то давно бы они во вретище и пепли покаялись как Ниневия помните через проповедь Иоанна Крестителя но говорю вам Тиру и Сидону отраднее будет в день суда нежели вам и ты Капернаум до неба вознесшийся до ада низвергнешься ибо если бы в Содоме явлены были силы явлены в тебе то он оставался бы до сего дня помните Содом но говорю вам что земле Содомской отраднее будет в день суда нежели тебе как-то Иоанн Златоуст сказал что когда бывают повальные моральные болезни у какого-то общества то бывают и повальные врачевания этой болезни если увлеклось повально общество каким-то грехом бывает повальные наказания какая-то эпидемия какое-то стихийное бедствие с греческого языка именно так и переводится стихийное бедствие как гнев Божий так буквально и звучит на этом языке это слово И вот поэтому Господь персонализирует именно эти города в которых было огромное количество совершенно чудес в то время продолжая речь Иисус сказал славлю тебя отче Господи небо и земли что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцев для нас могут показаться эти слова странными но как это так Господь утаил от одних и явил другим но ведь мудрые то сами утаили от себя они закрывают уши ведь помните что они делают они закрывали уши в буквальном смысле этого слова когда Спаситель проповедовал там будет такая дальше иллюстрация а вот младенцы они как бы не имеют еще вот тех возможностей чтобы что-то постигнуть они еще не обучили свой ум к восприятию каких-то важных вещей но Господь уже им открывает ей отче ибо таково было твое благоволение все предано мне отцом моим и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына и кому сын хочет открыть приедите ко мне все труждающиеся обремененные и я успокою вас и возьмите иго мое на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердце и найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко вот здесь нужно обратить внимание на эти последние слова относительно иго оно благо а бремя легкое а ведь если мы посмотрим что собой представляет наша жизни христианина церковная жизнь это определенное иго и бремя а ведь пост который будет через две недели ведь это есть тоже определенное бремя особенно для тех людей которые находятся в условиях бесконечного непощения как тяжело бывает этим людям поститься но вот здесь говорит Господь что бремя мое легко есть да это бремя это тяжело тем более для человека имеющего плоти кровь мы все слабые люди немощные иго мое благо если человек умеет и желает остановить себя в чем-то каком-то желании то это значит что это желание в самый неподходящий момент не возымеет над ним силы и власти вот если человек не может остановиться молодой человек в ну понравилось ему пиво или вино или шампанское он уже привык пить по дням рождения своих сверстников некоторые родители так умилительно отзываются ну вот они просто шампанское ну детки собрались вот ну пусть отпразднуют день рождения и все а ведь потом более горячите не хотят напитков и чем это заканчивается ребенок не может остановиться и поэтому когда человек может наложить на себя время он может иго на себя Христова наложить то этому человеку не страшны никакие соблазны потому что он сможет преодолеть он может себя остановить возьмите иго мое на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и вы только после этого обрящите покой душам вашим ну ведь что вине через что мы обретаем покой как раз именно через иго Христовое время но если бы не было вот этого труда духовного который мы пытаемся совершать в своей жизни то что бы было была бы просто пустота и безысходность и ходил Иисус по всем городам и селениям уча в синагогах их проповедуя Евангелие царства исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях видя толпы народа он жалился над ними что они были изнурены и рассеяны как овцы не имеющие пастыря тогда говорит ученикам своим жатвы много а делателей мало и так молите господина жатвы чтобы выслал делателей на жатву свою видите даже в то время было мало делателей жатвы это в то время когда Христос мог своим личным примером обворожить буквально человека потому что его личность была настолько гармонично прекрасно и то что он совершал что это потрясало и тем не менее делателей было мало и вот в наше время удивительное а вернее сказать вы знаете я бы сказал не столько удивительное сколько совершенно какая-то парадоксальная ситуация возникает с одной стороны сегодня церковь выходит с инициативой для того чтобы ввести в школах основы православной культуры а с другой стороны родители и учителя противопорствуют этому и вот что важно отметить если спросить о его религиозной принадлежности этого бунтаря то он скажет я православный а какое-то имеет отношение так что это на самом деле невежество это тоже грех потому что человек дал бог разум для того чтобы этим разумом он не только решал кроссворды и репусы а для того чтобы человек мог постигать истины божественные и если сейчас такое противостояние конечно я не говорю о том что оно повальное это противостояние но когда мы встречаем это противостояние то о чем можно говорить что происходит с нашим народом оно отвергает Христа как помните вот те свинолюбивые гадаринцы которые говорили уйди от нас это слова которые непосредственно обращены как беспокой не мешай нам жить нам очень уютно и привычно в своем маленьком мирке вот здесь лужайка вот здесь свиньи пасутся вот наш дом зачем нам нужны эти перспективы вечной жизни какой-то которую ты предлагаешь делать или всегда было мало потому что Господь желал человеку прежде всего дать вечную жизнь просто люди забыли о том что то место где они сейчас живут это гостиница а вот вечная жизнь она была связана с общением человека с Богом в раю это было все потеряно дал и призвал двенадцать начал посылать их по два Господь посылает даже не по одному а по два по два потому что это у Марка шестая глава но потом мы сразу переходим к Матфею десятый тут один только стих с Марка и дал им власть над нечистыми духами чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь всякую немощь двенадцати же апостолов имена Сутии первый Симон называемый Петром и Андрей брат его Яков Завидеев Ян брат его Филипп Варфоломиев Матфей Мытарь Яков Алфеев Илевей Просванный Фадеев Симон Канонит Иуда Искрёт который и предал его Всех двенадцать послал Иисус и заповедовал им говоря на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите а идите наипачек погибшим овцам дома Израиля Ну понятно Господь собирает избирает вернее сказать двенадцать из той огромной толпы самых самоотверженных самых возможно способных к этому призванию апостольскому и вот среди них апостол Иуда причём нужно заметить что Господь знал знал кто Иуда этого человека Искариота что он предаст его но тем не менее он в число своих избранников кажется а зачем это вообще нужно а для того что Господь даёт возможность каждому человеку Господь не только таких вот пушистых и гладеньких избирает себе в апостол он даёт возможность каждому человеку реализовать себя на этом поприще но другое дело но другое дело что серебролюбие оно изгрызло душу Иуды и он не смог оставить остаться верным своему спасителю и учителю и вот здесь говорит Господь чтобы его апостолы шли только к погибшим овцам дома Израильева в языческие города и селения не ходите предупреждает Христос и в город Самарянский тоже не ходите а почему а потому что они еще не доросли до этого они еще были не способны проповедовать среди язычников даже тогда когда уже сошел Святой Дух на апостолов и помните с какими трудностями проповеди они столкнулись когда проповедовали среди язычников у них была полемика как принимать их вообще в христианство может быть в начале над ними совершить все иудейские религиозные процедуры обрезания и так далее они не способны были вместить просто не способны это одно а второе это в основном иудеи они не знали языческой традиции это значит что должна быть подготовка и вот когда мы уже вспомним апостола Павла проповедника среди язычников и потом когда уже окрепнут апостолы другие они были уже способны проповедовать и нести слово проповеди и язычников на это потом а сейчас они просто могли делиться своей верой в мессию в христа с которым они общались это значит что на какое-то время они оставили христа христос был без апостола хотя же проповедуйте что приблизилось царство небесное разве можно было об этом сказать язычникам да что такое царство небесное для язычника это понятно только для еврея потому что евреи да пророками подготавливались к тому что оно должно когда-то прийти а вот для язычника царство небесное да что это такое больных исцеляете прокаженных очищайте мертвых воскрешайте бесов изгоняйте даром получили даром давайте не берите с собой ни золота ни серебра ни меди в поясы свои ни суммы ни суммы на дорогу ни двух одежд ни обуви ни посоха ибо труждающийся достоин пропитания то есть Господь дает им очень серьезные испытания вы должны идти и просто быть голосом вот как Ян Креститель как нам описывает его евангелист что он был в одежде а вернее это сказать рубище который был припоясан кожаным поясом и все ел только акриды дикий мед и вот апостолы должны были пройти какую-то сложность пути какое-то испытание это было первое испытание доверяют ли они Христу что он их пропитает что он их оденет что он их согреет в какой бы город или селение вы не вошли наведывайтесь кто в нем достоин и там оставайтесь пока не выйдете то есть это важно вначале нужно посмотреть кто расположен к тому чтобы вообще слушать ваши слова а входя в дом приветствуйте его говоря мир дом усему а если дом будет достоин то мир ваш придет на него если же не будет достоин то мир ваш к вам возвратится а если кто не примет вас и не послушает слов ваших то выходя из дома или из города того отрясите про прах от ног ваших истинно говорю вам отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда нежели городу то есть получается что Господь дает возможность каждому иудеянину узнать о том что приблизилось Царство Божие как нужно подготовиться он посылает своих вестников чтобы они побыстрее об этом говорили чтобы пропитывалась иудейская земля этим этой радостной вестью если они отвергают это то вы даже отрясите ног от ног прах земли вот я посылаю вас как овец среди волков и так будьте мудры как змеи и просты как голуби он предупреждает о том какие сложности трудности вас ожидают но будьте не только кротки как голуби но и мудры как змеи а мудро змеиное это и хитрость следовательно они должны быть слишком прямолинейными апостолы у них должен быть какой-то такт и педагогический и миссионерский как мы можем сейчас сказать коммуникативный то есть люди должны знать другого человека как человека не просто идти и так вот знаете проповедовать без всякого чувства другого человека они должны понимать что они несут радостную весть для своих соплеменников родственникам наконец близких близким людям они должны переживать эту радость вернее несение этой радости как будто они принесли какое-то письмо очень важное письмо для своего отца или для своей матери остерегайте же людей ибо они будут отдавать вас на судилище и в синагогах своих будут бить вас и поведут вас к правителями царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками представляете что Господь говорит тем студентам еще не не окончившим вуза которые не проходили у ног Христа и отправляя их на практику говорит им что вас ожидает то есть некоторые могли воспринять а может быть мы многие и не вернемся с этой первой практики все это на самом деле было очень сложно тут нужно только понимать вообще в каком в какой дикости вообще произносились эти слова все было очень сложно и тем более это постоянно конфронтация между римлянами и иудеями вы помните все это будет еще развиваться на страницах писания и вот конечно в этот конгломерат честских взаимоотношений Господь отправляет своих учеников да как овец среди волков когда же будут предавать вас не заботьтесь как или что сказать ибо в тот час дано будет вам что сказать этому должны были апостолы полностью верить не думайте что вам сказать все будет сказано все будет положено вам на уста и сердце ибо не вы будете говорить но дух отца вашего будет говорить вас предаст же брат брата на смерть и отец сына и восстанут дети на родителей и умер для ты вот представьте себе для того чтобы не было так вот понимаете как то вот абстрагировано от нашей жизни то о чем я говорю сейчас вот если бы господь обращался непосредственно к нам мы бы сразу же прокручивали брат брата так сказать отец представляете что происходило бы внутри нас вот если бы вот что происходило вот сейчас это вообще не романтическая была так сказать не романтический поход какой-то такой знаете будем идти проповедовать все будут слушать встречать хлопать в ладоши давайте конечно значит проповедовать ничего подобного помогает эти слова что-что не думайте что сказать как помогает эти слова что не думайте что сказать вот я на себе это просто нужно верить настолько вот именно вот этим словам и действительно так бывает повалив все совершенно верно это вот вот то о чем мы говорили в начале лекции именно доверие вот мы должны верить не только Богу но и его словам которые он произносит потому что именно в этом явлена вот вся его богочеловечность в его словах которая адресована для нам для нас и будете ненавидимы вот что Господь обещает ученикам всеми за имя Мое то есть и родными и близкими претерпевших до конца тот спасется вот кто претерпит до конца претерпит когда же буду гнать вас в одном городе бегите в другой ибо истинно говорю вам не успеете обойти городов Израилевых как придется им человеческий ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего довольна для ученика чтобы он был как учитель его и для слуги чтобы он был как господин его если хозяина дома назвали Вильзывулом не тем ли более домашним его и так не бойтесь ибо нет ничего сокровенного что не открылось бы и тайного что не было бы узнано что говорю вам в темноте говорите при свете и что на ухо слышите проповедуйте на кровлях и не бойтесь убивающих тело души же не могущих убить а бойтесь более того кто может и душу и тело погубить в гиене именно вот эти слова являлись огромным утешением для тех людей которых не так давно еще терзали в застенках тюрем за веру это кровавый 20 век за что рвали тело человека за то что он говорил я верю во Христа ведь огромное количество было людей уничтожено такого количества мучеников не было за всю историю церкви двухтысячелетней истории церкви не было такого количества людей это значит что когда мы говорим о прославленных мучениках которых будем праздновать на следующие воскресенья то мы должны помнить что было такое же огромное количество и мучителей и эти мучители это одни люди но было огромное количество и предателей это значит что для них слова Христа ничего не значили хотя они были крещены хотя они тоже до какого-то момента позиционировали себя как верующие люди церковные что происходит человеком в момент когда нужно доказать верность свою сложно сказать какой-то расслабленный христианин какой-то вот такой вот никакой становится совершенно верующим человеком и говорит нет я со Христом его не предам никогда а бывает какой-то вот весь с иголочки христианин и первым предает и отрицается от церкви Христа как Сулан Афронский сказал по-христиански невозможно жить по-христианск можно только умереть как жить тяжело по-христиански каждый знает потому что сколько раз мы пытаемся сделать так как нужно а получается все наоборот и поэтому Господь посылает такие порой сложные испытания кому-то онкологическое заболевание кому-то какую-то другую смертельную болезнь затяжную для того чтобы выявить в человеке верит он в Бога доверяет ли он его промыслу о себе а кому-то мученичество и в наше время тоже есть мученики вот не так давно же вы все помните как был убит миссионер современный апостол отец Даниил и все из-за того из-за того что он говорил то есть не нашли аргументов аргументов нужно заметить словесных аргументов для того чтобы противостоять силе веры и силе проповеди мысли евангельской которая была в словах этого священника не смогли с ним просто говорить о вере и единственное выражение их веры было убить и уничтожить и вот когда кто сталкивался в общении с апостолами они понимали противостоять им словесно невозможно их можно только уничтожить и мы знаем только один из двенадцати апостолов умер своей смертью евангелист и ангел все же остальные были уничтожены распяты и так далее смирение вот что должно быть у апостола он не должен считать себя выше он должен стремиться уподобиться хотя бы своему учителю и вот за это смирение Господь дарует человеку возможно больше сделайте то что я сделал и больше сих сотворите сказал Господь но только через смирение и так не бойтесь их ибо нет ничего сокровенного что не открылось бы и тайного чтобы не было узнано здесь Господь говорит о том что вы когда-то со мной беседовали вот помните как у костра мы с вами говорили когда устав от труда дневного мы говорили с вами о вере о жизни вот то что вы услышали у костра об этом говорите где-нибудь там при вселюдно при свете и то что вы в доме услышали на кровлях об этом говорите не бойтесь потому что они не могут убить душу они могут только убить тело бойтесь только того кто может и то и другое убить не два не две ли малые птицы продаются за осари осари это ничтожная монета еврейская и вот за эту ничтожную монету можно было купить две маленьких птицы и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего то есть господь говорит о том что о самых ничтожных вещах в этом мире промышляет у вас же волосы на голове все сочтены не бойтесь же вы лучше многих малых птиц эти слова на самом деле являются огромным утешением узнать о том что у нас волосы на голове зачтены или их нет все ведомо Богу Господь личностно относится к человеку то есть мы представляем огромную ценность для Бога потому что даже для него две птички маленьких являются частью его творения и так всякого кто исповедает меня перед людьми тому исповедую и я пред отцом моим небесным есть даже такой чин святых он называется исповедники это те люди которые не умерли мученической смертью но вся их жизнь была исповедничеством им приходилось претерпевать всевозможные оскорбления унижения за веру Христову и вот святитель Лука хирург которого не убили но убивали в течение всей его жизни только за то что он верил во Христа и был врачом талантливым доктором медицинских наук вот нужно заметить что вот частичка его мощей вот того тела которое гноили в застенках вот у нас здесь на иконе есть вот такая глубокая историческая связь вот такое отношение православной церкви к тем кто исповедовал всей своей верой всей своей жизнью своего спасителя доказывал верность своей жизнью его слова так мы честим даже маленькую частичку для нас она драгоценна как жемчужа мы прикладываемся лобы за эту частичку конечно эта частичка имеет происхождение с Керчином это тоже очень приятно он родился здесь в Керчи но прославил Керчь именно своей жизнью христианской во всем мире сейчас редко где не знают святого Луку доктора медицины святого архиепископа а кто отречется от меня пред людьми отрекусь от того и я пред отцом моим небесным не думайте что я пришел принести мир на землю ведь какая не сентиментальная проповедь креста не мир пришел я принести но меч но это вовсе не значит что Господь пришел для того чтобы как Магомед завоевывать неверных и делать их верными нет его последствия последствия его проповеди в обществе человеческом являются разделительными меч проходит в отношениях между родными самыми и близкими ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью и невесту со свекровью вы думайте себе эти слова ибо я пришел разделить это значит что для людей верующих создается новая семья создается новые отношения бог бог выделяет этих людей которые отозвались на его слово и дает им новые возможные жизни но господь не берет в царство небесное тех людей которые отвергли христа почему потому что господь не насилует никакого человека господь не подавляет его свободу жизни хотя он эту свободу и даровал человеку это значит что человек ценится как человек именно в своей свободе человек отверг бога значит его царство для него не является ценностью ценностью для его жизни и врагу человеку домашний его кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня и кто любит сына или дочь более нежели меня не достоин меня Господь откровенно говорит и кто не берет креста своего и следует за мной тот не достоин сберегающий душу свою потеряет ее а потерявший душу свою ради меня сбережет ее кто принимает вас принимает меня а кто принимает меня принимает пославшего меня кто принимает пророково имя пророка получит награду пророка и кто принимает праведниково имя праведника получит награду праведника представляете как это важно вообще вот такие И очень четко начинает выкристаллизовываться понятие, что значит помочь праведнику. Вот какие это имеет практические последствия для нашей жизни. Мы получаем награду праведника. Кто приютил пророка, тот будет иметь и награду пророка. Почему? Потому что он себя в каком-то смысле подставляет. Вы представляете, что значит было приютить в своей семье человека, который был гоним обществом и государством. И вот я принимаю этого человека. Это значит, что я подвергнусь каким-то наказаниям со стороны гонителей. Как правило, таким же убивают пророка и убивают тех, кто принял этого пророка или праведника. Значит, он получает вместе с ними награду. И другие слова, не менее утешительные для нас. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды свои. Вот как ценится каждая крупица вообще Христом. Он все ценит, он все замечает. Даже чашу холодной воды, в которой нуждается человек, если мы напоим во имя ученика. Они пошли и проповедовали покаяние. После этих слов изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Вот отсюда и традиция помазывать маслом, потому что мы, когда молимся, то Господь пропитывает это масло своей божественной благодатью, и эта материя становится носителем божественной благодати, становится святыней. И когда мы помазываемся этим елеем, маслом, то мы получаем у врачеваний своих недуг. Батюшка, можно вас спросить? Вот это место, потерявшую душу спасет ее, или наоборот? Угу. Потерявшую душу спасет ее. Потерявшую душу свою. И дело в том, что душа, вот именно в данном контексте, она является синонимом жизни. То есть душу не в смысле души, а именно в смысле жизни, потому что душа, значит, она оживотворяет тело. Поэтому, когда человек отдает свою жизнь для того, чтобы исповедовать свою верность Христу, когда это нужно, то этот человек приобретет свою жизнь, свою душу для вечной жизни. А кто предаст для того, чтобы сохранить, тот потеряет вечную жизнь. Так, ну что, наше время подошло к концу, 17.35. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Так, что ж, мы начинаем следующее занятие с Марка, 3 глава, Лука, Матфея, 11-12, Марка, 6 глава, 10-ю Луку читайте еще. 10-ю Луки, да. Да, не включительно там. Да, ну и вообще, как бы и Матфея мы видим, 17-я глава.